Продолжая жилищную тему, в нашем городе прошла встреча представителей администрации Кунгуры, управляющих компанией, собственников жилья с заместителем председателя правительства Пермского края. Что нового предвидится в решении коммунальных проблем, каких изменений стоит ожидать в ближайшем будущем, узнаем прямо сейчас. Когда вопрос касается темы жилищно-коммунального хозяйства, всегда возникает много проблем. И ситуация эта одинакова практически по всей стране. Отрицательные моменты, с которыми сталкиваются кунгуряки, мало чем отличаются от проблем жителей других регионов и городов. Среди самых наболевших – вопросы о горячем водоснабжении и отоплении, о ветхом и аварийном жилье. В ходе общения с представителями правительства становится понятно. Без поиска новых путей решения эти вопросы не сдвинутся с точки. Конечно, то, что мы на сегодняшний день строим новое строительство жилья, оно недостаточно. И на сегодняшний день прорабатывается вопрос, в том числе строительства жилья по социальному найму. То есть, чтобы люди могли просто не в собственность получить квартиру, а просто въехать и заключить договор аренды. И, ну, как это, в общем-то, во всем мире и делается, вот в Европе, в Америке, там же собственность – это очень редкое явление. Считается, что намного дешевле и эффективнее, тем более, если миграция идет, просто получить, ну, как-то, въехать в квартиру по договору аренды и, соответственно, платить за нее. Конечно, здесь очень много пока тоже вопросов, но вот эта вот программа, надеемся, тоже она будет стартовать. Это тоже от федерального уровня, зависит, когда и что будет. Особое внимание было уделено и программе капитального ремонта. Стоит отметить, что среди населения она до сих пор не пользуется популярностью и вызывает явное недоверие. Как правило, причиной такого отклика становится непонимание собственниками самой программы, либо возмущение очередным пунктам коммунальных затрат в квитанции. Многие боятся того, что уплаченные в фонд деньги сгорят, как бывало уже не раз в истории современной России. Есть страх, и он, в принципе, обоснован. Но на сегодняшний день, в соответствии с законом, у нас, вот, обратите, пожалуйста, внимание, счет котловной, он обеспечен гарантиями бюджета. То есть, если, не дай бог, с этим счетом что-то происходит, то есть бюджетом будет компенсированным все потери. Помимо вопросов по капремонту, население волнует и сезонные проблемы, связанные они с отопительным периодом. Ведь без проблем и аварий он не проходит никогда. Зима уже не за горами и людям важна как стабильная подача тепла, так и адекватная его стоимость. А вы говорите, прибор учета на тепло поставим. Правильно, мы не против поставить. Но, первое, нет технической возможности, раз, второе, дом послезает капитальному ремонту, два. И третье, поставим этот прибор учета, он будет фиксировать только столько, сколько накрутят теплоэнергетики, подадут нам тепла. Как они подойдут, люди уже объяснили. В мае месяце на улице плюс 10, нам жарик трубам нельзя затронуться. Сейчас, октябрь месяц, они должны думать запускать. Почему не перевернуть наоборот? Почему нельзя начать этот сезон раньше и закончить его раньше, не в мае, не в мае, июне, а закончить хотя бы в начале апреля, если тепло на улице. Мы же волосы открываем, у нас духа так. Мы же сами обладим это все из своего кармана ослачиваем. Это страшная проблема. Чиновники отметили, подобные действия тепловых компаний – это нарушения, и молчать о них нельзя. При этом потребитель в подобном случае должен обращаться за помощью как к местным, так и к краевым властям. На самом деле, действительно, к договору должен быть припадываться температурный график в зависимости от наружного уровня. Если предприятие, во-первых, не приложило такой график к договору, или оно его не исполняет, сообщайте к нам, будем разбираться совместно с жилой инспекцией, совместно с органами Ростехнадзора и так далее. На самом деле, я считаю, что мы подключимся и будем в этом случае разбираться, потому что это вопрос качества теплоснабжения на квартирных жилого дома. В завершение стоит сделать вывод. Решение коммунальных проблем – дело сложное и требует длительного времени. При этом сдвинуть дело с мертвой точки жители могут только при грамотном взаимодействии с коммунальными структурами, не забывая при этом отстаивать свои права. И делать это лучше сообща, а не поодиночке.